всем доброй ночи еще раз друзья мои испокон веков сколько человечества существует человек ищет ответ на многие вопросы зачем он на этой земле какая у него миссия почему он несчастен или почему счастлив почему он родился именно у этих родителей имена у этой нации много других вопросов которые его мучают всю жизнь и он ищет ответы и зачастую не находит человек всю жизнь ищет родную близкую душу родственную душу и везет тем людям которые эту родственную душу находят опять же многие не находят и смиряются с тем что что находят и кого находят люди пытались заклинуть в будущее пытались закрыть заклинуть за черту хоть немного приобщиться и понять что там есть что нас ждет на пороге загробной жизни но не только загробную жизнь человек хочет видеть и понять что там есть он еще хочет понять мир богов мир духов откуда они приходят кто эти создания какую функцию они выполняют много таких вопросов иногда у него в жизни бывает настолько тяжелые моменты невыносимые моменты и душевные боли что ему нужно получить ответ чтобы дальше жить чтобы был смысл жить и вот в такие моменты он находится между мирами во время стресса во время стресса во время сильного потрясения усталости душа человека способна видеть то что не может видеть в более спокойные времена не зря люди приходят их к ведьмам к медиумам именно в момент скорби боли тяжелой ситуации именно поэтому раскрывается человеку силой душа судьба того человека который пришел за помощью и он видит видит причину и помогает и дает совет или помогает сам выйти из этой ситуации потому что в этот момент ваша энергия с просто раскрытая книга для человека который умеет эту книгу читать желанием пробить окно в потусторонний мир это желание овладевала умами разумом человечества тысячелетия западной армении который сейчас находится на территории турции есть двери михра или двери мгеря можете открыть набрать в гугле и посмотреть это не рукотворная дверь в скале такие не рукотворные двери такие порталы в потусторонний мир их великое количество среди других народов и места силы места места порталов открытых энергетических зон лысая гора в Киеве почему она лысая потому что из-за этой энергии там трава не растет просто растительность не может справиться с этой энергией силой стон хендж который на самом деле построен на месте более древнего сооружения это конечно не настоящее это так бутафорское место но оно построено на месте более древнего сооружения то есть на месте силы тибетские башни в Осетии башни мертвых города мертвых долмены огромное огромное количество подобных мест в мире где двери в потусторонний мир люди приходят туда и уходят туда с абсолютно перевернутым сознанием места силы куда приходят люди тысячелетиями конечно но наполняется энергией это становится некий невидимый храм и и когда ты приходишь туда оно может по-разному на тебя повлиять если человек слабовольный слабохарактерный человек может уйти оттуда совершенно ошарашенный и больше не не хотеть туда прийти и являться потому что не готов был к этому всему к тому что увидел и почувствовал если человек волевой если человек лидер придя туда он просто наполняется этой энергией и частицами судьбы тех людей которые там были его сознание переворачивается он видит мир совсем по-другому ему становится легче жить как человеку который вернулся можно сказать с того света так образно говоря умирающий человек который стал на ноги дальше живет для него абсолютно другое видение мира чем у тех людей которые не видели ужас и ад жизни погружая человека в такое трансовое состояние издревле ведьмы наводили на его сознание чары что такое наводить чары направить чары вот в голове человека есть определенный такой винтик откуда уходит стекается его жизненная сила это говорю просто картинами чтобы вы могли представить ведьмы наводить чары останавливает вот это само уничтожение внутри человека и человек набирается силы восстанавливается иномирие так называли потусторонний мир древние славяне и несколько раз в своей жизни иногда несколько раз в год они пытались приблизиться приблизиться причаститься к этому иномирию почувствовать энергию силу других миров в общем и целом это называлось навь хотя мир богов мир закона богов энергии богов это правь но в принципе все это называлось навь явь это то что мы видим явно видим живем наша жизнь и навь сны мир духов мир мертвых ушедших мир богов и прочее и возвращались они с иномирия если не совершенно другими людьми то отчасти другими людьми они получали ответы на вопросы в иномирии вы встречаете души души тех людей которые тоже может быть погрузились в этой иномирии в этот момент вы заключаете некий договор с этими людьми внегласный возвращаясь обратно через некоторое время эти люди вам встречаются на пути решают и помогают решать ваши проблемы возвращаясь с иномирия люди начинают по-другому смотреть на свою жизнь пересматривают наступает такая знаете седая мудрость душевная мудрость равновесие у всех по-разному это может быть я составила работу таким образом чтобы она помогала моим зрителям которые это проведут выйти из депрессии выйти из отчаянного состояния вернуть себя к жизни как мюнхгаузен вытащить себя за волосы из болота эту работу можно провести только три раза в год точнее не более трех раз если один раз вам хватило замечательно перед тем как провести шесть дней вы не должны есть мясные продукты даже яйца даже яйца не должны употреблять потом вы должны принять душ снять все украшения даже обручальные кольца вы должны эту ночь провести в одиночестве желательно провести не в выходной день в выходных дней очень неоднозначная энергия вы должны лечь начитать этот заговор шесть раз закрыть глаза это между ну примерно 00 ночи 003 вот между этим временем вы должны уже спать желательно пол полночи это сделать начитать заговор положить книгу рядом выключить все телефоны мобильные прочее можете свет оставить далеко где-нибудь чтобы было освещение закрыть глаза и лечь спать и вашу душу поведут вы на мире вы можете встретить свой род представители своих своего рода своих пращуров вы можете встретить совершенно другое создание вы не попадете в нижние миры можете не бояться вы не увидите ничего страшного по той причине что этот заговор призывающий стражника который рядом с вами будет ходить и сопровождать вас он будет вас охранять он поведет вас туда куда нужно вести вашу душу чтобы вы получили ответ на вопрос эту работу могут выполнить люди только те люди которые на моем канале хотя бы два года остальным не рекомендую это делать у вас не получится просто потому что те люди которые уже приобщились к моим работам их энергия уже привыкла к моим работам им легче удается переместиться в эти миры и это делается для того чтобы вы получили ответ на свои вопросы спасительный ответ чтобы перезагрузили ваш мозг и чтобы вы совершенно другими глазами посмотрели на мир на жизнь вам дадут энергию силу жить дальше а как это произойдет у каждого по-своему это как лекарство один выпит у него головная боль через пять минут пройдет другой через полчаса легче станет уснет и так далее это врата врата вы на мире и поведет вас этот дух туда туда где нужно где ваш вопрос решится в самые отчаянные моменты жизни ищите ли вы кого-то после потери близкого человека хотите найти силы хотите его увидеть там убедиться что душа существует что он там обитает и тогда вернетесь вам легче будет с этим смириться потому что вы его увидели ощутили и поняли что вы с ним встретитесь просто надо прожить свою жизнь и потом пойти туда и вам намного станет легче переживаете ли вы по этому по тому поводу как уходил ваш близкий человек получал ли смертельные раны было ли ему больно и чтобы вам стало чтобы вам стало легче от осознания того что быть может он не почувствовал боли может быть это все отключилось вам станет просто легче жить дальше различные есть моменты может быть вы переживаете измену предательство вам хочется понять как жить дальше проведите эту работу но не больше трех раз в год а может быть и одного раза достаточно и так заговор следующий заклинаю альфой и омегой началом начал демонами юга севера запада и востока тьмой и светом закатом и рассветом печатью луны и печатью солнца и чашей весов судного дня знаю имя хранителя врата герах отвори врата вы на мире хранитель мой сопроводи меня защити меня и живым и невредимым верни назад заклято и здесь далее следует заговор который я давно нашла в древнеримских ну переписанных из летописи древнего рима просьба переместиться в иной мир это на латин я буду читать медленно вы сможете переписать с моих слов ревералы секретум spiritус mundи аппери портам obtестор номин антикварум дэорум еще раз заклинаю альфы и омегой началом начал демонами юга севера запада и востока тьмой и светом закатом и рассветом печатью луны печатью солнца и чашей весов судного дня знаю имя хранителя врат герах отвори врата виномирие хранитель мой сопроводи меня защити меня и живым и невредимым верни назад заклято ревералы секретум spiritum spiritus mundi аппери портам obtестор номин антикварум дэорум неважно вы мужчина или женщина читайте верни живым и невредимым вот это слово надо подчеркивать заклинаю альфы и омегой началом начал демонами юга севера запада и востока тьмой и светом закатом и рассветом печатью луны печатью солнца и чашей весов судного дня знаю имя хранителя врат герах отвори врата виномирие хранитель мой сопроводи меня защити меня живым и невредимым верни назад заклято ревералы секретум спиритус мунди апперю портум оптестор номине антикварум дэорум я не буду читать шесть раз потому что от этого заговора очень сильно кружится голова потому что это нужно естественно читать именно лёжа перед тем как вы отключитесь и подниметесь в иное пространство вы не увидите то что вижу я не в том масштабе но приблизительно сможете понять что именно я вижу приблизительно вам покажут эти миры и самое главное вам дадут ответ и спасение желаю удачи